Добрый вечер! На крыше Красноярской мэрии. Пел хор «Тебе поем» и выступал Красноярский духовой оркестр. Это, конечно, знаковое, значимое событие. Во-первых, это первое выступление после пандемии. Во-вторых, расскажите, как эта идея родилась? Потому что все красноярцы помнят театр на крыше, но именно Красноярский духовой оркестр, тем более на крыше мэрии, первый раз. Да, первое сентября вообще сегодня ознаменовалось тем, что мы как раз презентовали новую концертную площадку городскую, которая впредь будет традиционно представлять какие-то творческие коллективы. Надо сказать спасибо Сергею Васильевичу и Ремину за эту идею. Он у нас известный генератор интересных идей, которая воплотилась наконец-то в жизнь, пусть в конце летнего сезона, но я думаю, что в следующем году она заиграет всеми красками. Поэтому для нас это тоже праздник, потому что любая концертная новая площадка для нас это вот прям вау. А как вы там освоились вообще? Как там? Там все предусмотрено для концертов, нам поставили стулья. Не очень большая, конечно, площадка, она не вместит много зрителей, но мы свободно разместились. Ну вот мы уже говорили сегодня про погоду, да, и все видели, что МЧС и говорила о том, что будет дождь, но вам повезло, успели, да, сыграть до вот этого всего ливня. Да, буквально вот тютелька в тютельку мы успели, мы отыграли последнее произведение и пошел дождь, поэтому очень было атмосферно, так эпически, здорово, когда небо опускается над тобой, а ты вот буквально под облаками. Обалденная атмосфера. Ну вообще, знаете, говорят, что-то начинать в дождь, ну хорошая примета. Отлично. А какие планы на сезон, как вы вообще вот это пережили, вот этот период, очень тяжелый для творческих работников в том числе? Конечно, если у артиста нет сцены, это, конечно, очень-очень все тяжело, морально тяжело, не только морально, еще и поддерживать в форме, например, себя, духовику очень сложно. То есть, если скрипач потихонечку может себе что-то играть дома, заниматься, то с духовиками проблемы. Соседи? Соседи, и были прецеденты, что вызывали полицию соседи и стучали по батареям и нелестные отзывы, но мы все это пережили с честью и с достоинством, поэтому готовимся к открытию нового сезона. Дай бог, все у нас случится. А возможно вообще оркестру репетировать онлайн? Очень сложно, это очень сложно, поэтому здесь мы все отдали на откуп музыкантам, то есть они дома репетировали, но надо сказать, и огромная благодарность моим музыкантам, что они пришли, и вот с первой репетиции было понятно, что все в форме, и не стыдно выходить через неделю на концерт. А как восприняли вообще эту идею с крыши, вот сами участники, музыканты? Идея потрясающая, ну был некий скепсис, потому что все-таки погодные условия вносят свои коррективы, было очень ветрено, было очень сложно сегодня удержать ноты, и ноты улетели у дирижера. А, да ты что? Да, поэтому наш дирижер Илья Богов что-то играл наизусть, дирижировал, поэтому здесь прям такой был экстрим-экстрим. А и как он дирижер, по памяти? Да, по памяти. Хорошая фамилия у дирижера, кстати. Да, очень такая знаковая, Богов Илья Владимирович. Это наша просто путеводная звезда какая-то, с приходом его оркестр обогатился и совершенно поменял свое лицо. Ну вот смотрите, у нас есть разные оркестры, мы знаем, в театрах есть оркестры, есть оркестр народных инструментов, там наш академический симфонический оркестр. А чем отличается, вот что это значит городской красноярский духовой оркестр? Мне только вот на память, да, перед эфиром пришла вот эта мелодия, в городском саду играет духовой оркестр, но репертуар-то у вас совершенно современный. Да, да. Мы практически не играем классическую музыку, потому что симфонический и камерный оркестр, они играют, потому что в духовом для исполнения классической музыки не хватает все-таки скрипичной группы. Если играем классику, то либо в какой-то джазовой переработке, в современной. В основном это все, вот все, что, все кроме классики, это джаз, рок, поп, музыка из кинофильмов, эстрада, эстрада современная, эстрада советская, поэтому, ну, наверное, проще сказать, что мы не играем. Ну, то есть вы немножко такое что-то попсу, вы облагораживаете, я могу сказать. Если классику бывает популяризуют, ну, специально, чтобы привлечь людей, то у вас немножко обратная история, вы наоборот облагораживаете, я так поняла, какие-то, может быть, мелодии, которые уже совсем всем приелись. Да, конечно, и нас, наверное, больше можно отнести к массовой культуре, и если кто-то сейчас из зрителей думает, что духовой оркестр – это оркестр, который играет только марши и вальсы, как это было, например, в парках в советское время, то загляните даже в сегодняшний эфир, либо в нашу сеть во ВКонтакте, в группу, то есть вы увидите, что, ну, это совершенно не тот духовой оркестр, это что-то современное. У нас очень интересно, дирижер себя ведет, у него подача, он ведет постоянный интерактив, то есть это совершенно все далеко от академизма, это не концерт классической музыки. Но на самом деле я как-то в ютубе видела, что вы, это не первое выступление в таком необычном месте, вы тоже выступали в разных местах, насколько сложно или, наоборот, легче выступать на улице? И звук уносится, и, ну, это совершенно по-другому. На улице атмосфера очень душевная, мы как-то ближе к зрителю, и зритель откликается, то есть у нас очень интерактивные всегда концерты, очень такая тесная связь со зрителем. А вам поступают заявки какие-то? Да. И мы на них отвечаем. Ну, то есть не во время концерта, потому что все равно программа всегда сформирована, и подложены ноты те, которые вот предполагаются в концерте. Но если нам кто-то напишет, что вот мы бы хотели услышать то, то, как правило, на ближайших концертах мы удовлетворяем эту потребность. Вот. Но улица всегда опасна тем, что может внести коррективу погода. И не раз такое было. Даже на острове Татышев в прошлом году, когда у нас полторы тысячи зрителей собирается, мы за два часа отменили концерт, потому что шел ливень. А что будет с инструментами? Я представляю, что в трубу там этот дождь польет. Ну, для медных инструментов это не очень страшно. Для деревянных, таких как кларнеты, погодные условия очень важны. Ну, там они потом их почистят от каких-то дождя. Ну, то есть это не скрипки, однозначно. А какие вообще есть правила? Вот вы говорите, за два часа отменили. А если во время выступления вдруг пойдет? Ну, значит, мы программу просто сворачиваем, укорачиваем. Мы и под дождь, если он какой-то такой терпимый, не сильный, не ливень, мы работаем и под дождь. Скажите, вот сейчас во время пандемии многие очень компании, фирмы вынуждены были либо увольнять сотрудников, либо они сами уходили, потому что, ну, просто нечем зарабатывать, невозможно зарабатывать. Как вы из этой ситуации выходите и где вы берете свои кадры? Всех ли сохранили? Да, мы, конечно, сохранили всех. Кадры, как правило, музыканты у нас из Института искусств нашего Красноярского, ну, как правило. Поэтому очень много молодых музыкантов, и с каждым годом мы обогащаемся молодыми музыкантами. Поэтому это вот основная кузница кадров. Но на самом деле серьезная проблема вот у духовиков, потому что музыкантов очень мало и учатся просто по единице в Институте. А кто в дефиците? Какие инструменты? В дефиците волторнисты, тубисты, ну, трубачи вроде есть. Не буду врать, но вот среди этих музыкантов есть проблема. А насколько долго можно играть на одном инструменте? Я знаю, что, по-моему, скрипка, да, это самая такая долгоиграющая, самая долгая творческая карьера. Нет? Нет. Затрудняюсь я ответить. Ну, музыканты-духовики, у них досрочная пенсия, это однозначно. Но, как правило, они... Потому что это связано с физическим? Да, это связано с дыханием, потому что, конечно, это вот как у вокалистов, то есть у них особая нагрузка на легкие. И вообще, например, во время музыкантов, во время концертов зачастую наши слушатели иногда возмущены, что большие паузы между произведениями, которые заполняет ведущая. Но это не потому, что мы так хотим, а потому что музыканту-духовику нужно просто передохнуть, как бы выдохнуть, подышать. То есть вообще есть определенная гигиена, да, вот этого? Конечно, конечно. Насколько можно напрягаться, а сколько может играть, например, духовик без перерывов, что ли? Ну, мы стараемся не делать концерты более полутора часов, потому что это очень большая нагрузка на музыканта. А как сейчас вот эта вся ситуация отразится на оркестре, на финансовой составляющей, на людях, ну, меньше зрителей? Ну, ситуация, конечно, складывается так, что да, будет 50-процентная загрузка в зале, но на качестве исполнения это абсолютно никак не отразится. А финансово, ну, слава богу, мы муниципальные учреждения и зарплаты у нас все сохранены. Ну, что-то мы недополучим. Вы из тех везунчиков, кто из бюджета? Да, ну, может быть, мы не докупим какие-то запчасти для музыкальных инструментов, там еще чего-то мы не купим, что бы хотели. Но мы без этого переживем, поэтому я думаю, что мы с достоинством выйдем из этой ситуации. Ну, у нас осталась буквально минутка, а какие планы на этот сезон? Ну, конечно же, планировать далеко не хочется, но 4 октября у нас открытие сезона в малом концертном зале. И 1 ноября в Большом концертном зале большой концерт с программой «Лучше». Поэтому с продажи пока ничего нет. Я надеюсь, что скоро все откроется и откроются продажи. Поэтому всех приглашаю, будут замечательные, потрясающие программы. Ну что ж, спасибо большое. Напомню нашим зрителям, что сегодня гостем в нашей студии была Елена Мошкина, директор Красноярского духового оркестра. Это была программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова